Я знаю ваших хостелов, там сидит какой-нибудь придурок на табуретке и говорит, что вы там живете. Я знаю, где вы живете. Все тусуетесь в Балашихе. Чересчоковское, напомню. Так что не надо рассказать сказку. Сейчас человек позвонит в хостеле и скажет мою фамилию. А регистрация есть? Зачем мне? Я в Ростове живу, зачем мне здесь? Ну, в Москве для нахождения нужна регистрация. А зачем она мне здесь? Потому что вы прописаны в регионе. Я здесь не живу. Больше других находитесь? Должна быть регистрация. Сейчас еще одна полиция приедет или ФСБ. Пора, кстати, за мошенничество. ФСБ, чтобы приезжал на ваня. Это не мошенничество. Извините, ничего не надо. Если вы постоянно ездите сюда и собираетесь на билет, то это мошенничество. Все, зажмите на кнопку, она на все устье. Она нажала. Здесь нажимается. Все, она не пускается сюда. Есть там кто-нибудь от места до места, чтобы эмболиды спустить есть. Или у меня... Что он не работает? Я думаю, он не работает. Ага, подскажите, вот уехать нам до Белгорода. Еще и беременная, да? Боже, сохрани, спаси. Ты что? А что такой же? У меня с ним в 13 лет, у меня мужа нет. Три года как похоронила. Мужа нет. А когда хвост еще носишь, если мужа нет? Какой хвост? Хвост. А почему? Муж цыган у тебя? Муж у тебя цыган. Хвост. И что хвост? Вы носите хвост такой, когда у вас мужья цыгане. Мне не надо рассказывать. Что за закон это придумываешь? Это не я придумываю, это вы там у себя придумали. Никто носил, как хочешь, так и носи хвост. Вот когда она говорит, что у нее нет мужа, смотрите на прическу. Хвост говорит о том, что она замужем за цыганом. Тебе показать смерть, я справки. Я три года как потеряла мужа. Что с вами делать, скажите мне? Страфовать за попрошенничество. А потом за мошенничество. А что, я украла что-то? Обманываешь, приезжаешь с целью собирать на билет. Это крадут мошенничество. Нет, это 68-е, мошенничество 69-е. Я, кстати, не понимаю. Я понимаю. Я ни разу не пробовала эти статьи. Никогда. Все когда-то бывает первый раз. Что это за статьи, я не понимаю. Это когда постоянно приезжают на билет собирать. На регулярном остове третий год. Все никак не уедут. Какой мой, она еще подругу с ним ходит. А как тебе она выглядит? Как тебе она выглядит, подруга моя, говоришь? С распальцовкой такой ходит. Смотрите, да, вот девушка выкинула, что он попрощает. Мужчина подтвердил. Смотрите, у вас как зовут? Марина. Марина. А потом едет к нам через Люблюновый садовод. И обратно едут с кучей пакетов. Прибарахлились. Я знаю, я знаю, вот мой пост. Я тебя тем летом видела. Я стояла в постовом и в Люблюновом. Тем летом. А ты шла в пакет над своим подружками. Шопинга. Я в это не верю. Вам не рекомендую. Пойдем сюда. Когда цыганка открывает рот, она начинает врать.